Второе, надо ставить финансово своих родителей, то есть стать независимой в финансовом вопросе тоже молодая семья должна быть. То есть, если молодая семья не может жить сама на свои средства, а постоянно подпитывается из родительского кошелька, может быть родители не скажут ничего по этому поводу, но у них подсознание закладывается, ну какая вы еще семья, вы даже прокормить себя сами не можете, вы живете на наши средства. И вы по-прежнему остаетесь, мы все время говорим таким вот ребятам, которые находятся в такой зависимости от родителей, вы по-прежнему их детишки. Вы живете отдельно, а кто платит за квартиру? А, мама с папой. Кто вам продукты приносит, даже то же самое мясо там, например, или еще что-то, вы за них деньги даете, да они не возьмут, конечно не возьмут. Но сделать какой-то ответный подарок, что-то такое подарить, как-то отблагодарить родителей, это просто дань вежливости. Да даже, знаете, вот тоже традиция, причем не только в России, это вообще традиция, но которая полностью противоречит библейским принципам, что самый первый день в своей жизни, день свадьбы, семья начинает с родительских денег. Со своей зависимости. Понимаете? То есть самый первый день свадьбу делают родители. Вы, понимаете, мы не против того, чтобы родители... И вы, как будучи служитель церкви, священнослужители, должны говорить об этом молодежи. Свой самый первый день свадьбу подавляющее большинство молодежи делает на деньги родителей. Это ни в корне не правильно. Если родители хотят помочь, и говорят, вот у нас есть какая-то сумма денег, вот такая-то, и мы хотим вам помочь на свадьбу, это хорошо, это замечательно, это здорово. Но приходить к родителям, и говорить, так, мы хотим, значит, там, черный Мерседес у нас должен быть, вот с такой вот куколой впереди. Кроме этого, я там видел платье, значит, прокачку. С бриллиантиками. С бриллиантиками стоит тысячу долларов, значит, в день. Кроме того, значит, нужно нам вот сколько-то гостей пригласить в таком-то ресторане, мы хотим сделать свадьбу. А вы, пожалуйста, родители, напрягитесь, нам надо этот день запомнить. Я говорю, не знаю, как вы, но родители точно этот день запомнят. Более того, когда мы говорим, ну, вот, наверное, вам деньги-то на свадьбу дадут, вы, наверное, их отдадите родителям, чтобы они с долгами рассчитались. Знаете, что, как правило, отвечают? Нет, это наши денежки. Нам дали они родители. Это нам дали. Мы на них там съездим, купим то-то-то, пятое-десятое. Вот, понимаете, вот, какой-то вот инфантилизация у общества наступила. Опять мы хотим сказать, что мы не против того, что родители хотят и могут чем-то помочь. Это совершенно другая сторона. Но полностью, когда родители себя берут, а молодые только наслаждаются этим днем, ну, вообще, ребят, а чья жизнь-то начинается, родительская или ваша? Понимаете, то есть вот эти вещи нужно обдумать, прежде чем говорить, хорошая родительская или плохая, принимаем ее или не принимаем, и как она сказывается на будущем вот этой семье новой. И когда у нас спрашивают, можно ли брать у родителей в долг, ну, родители-то всегда есть в долг, найдется, да, они даже перезаймут, но вам дадут, как молодой семье. А потом ее не возьмут его назад. Мы говорим, лучше все-таки брать у друзей. Я не даю. Ну, тут это уже другой вопрос. Мы говорим, надо ли его родителей брать. Мы говорим, лучше брать у друзей. Почему? Потому что друзьям ты точно отдашь и точно в срок. А если, например, у тебя нет денег, то ты перезаймешь, чтобы друзьям отдать, потому что в следующий раз тебе просто не дадут. Но если у тебя нет денег, чтобы отдать родителям, и ты приходишь и говоришь, ну, родители, у меня сейчас нет денег, ну, подождите. Как обычно родители отвечают? Да ладно, свои люди. Ну, что за проблема? Ну, свои люди еще будут вот эти зеруды с такой. Оставьте себе, вам нужнее. И деньги остаются. И что происходит? Зависимость. И, соответственно, родители как смотрят, в первую очередь, на мужа этой семьи? Как на человека, не способного обеспечить эту семейную систему. Для тёщей он становится несостоятельным зятем, а для свекрови он остается маленьким мальчиком, о котором нужно заботиться. И в результате мужчина так и остается мальчиком. И, конечно же, нужно родителям вмешиваться в эту семью, потому что мужчин-то здесь не может управлять. Конечно. Главы в семье нету. Он же в долг берет, он не может себя обеспечить, а потом не возвращает. Слух они этого не скажут, может быть. А может и скажут. Но подсознательно это у них останется. Когда приходят и говорят, вот проблема возникла, вот эта тёща, свекровь не понимает, мы там пожарили мясо, замариновали мясо, решили поехать шашлык сделать с друзьями. А она приходит, надо картошку копать. Чего это мы должны именно сегодня? Мы говорим, так, стоп, вы эту картошку зимой кушаете? Ну, конечно, а то как же. Вы ж на рынок что ли идите, когда у мамы огород есть? Так, раз вы от этой картошки зависите, вперёд и прямо, под козырёк и копать картошку. И никакое мясо. Пусть тухнет. Пусть тухнет, потому что вы зависите от этой картошки. Если бы вы были на равных с мамой, вы бы могли сказать, мам, завтра, вот обижайся, не обижайся, вот истерика, не истерика, мам, ты прости, но мы не поедем, у нас другие планы. Картошку мы тебе выкопаем в субботу. Сами. Или в воскресенье, или в понедельник поедем, после ровно. Мам, да ж не волнуйся, мы её выкопаем. Или вообще сказать, вообще, мам, просто эту картошку. Оставь её бомжам. Три мешка тебе надо, я тебе куплю. Мама, успокойся с этой картошкой. Но вы это можете сказать только если у вас отношения равны. Если не равны, мама сказала, есть мама. Есть ли отношения зависимые, то есть мама и сыночек. Или мама и дочка, там любые. Да. Всё. Это правила родителей, родительская система. Они так живут. Да. Надо, значит надо. И все под козырёк. Чего я тебе должен отцу гараж красить? Подожди, ты его машиной пользуешься? Кто машину ремонтирует? Папа? Кто покупает бензин для этой машины? Папа, всё, красть гараж. А что, может быть, вообще разговор? Причём двойным слоем краски. Причём тогда, когда он скажет. Понимаете? То есть вот эти вещи, они чётко-чётко работают в мире. Не выполняем, оставить вот эту заповедь, всё. Вы предаток родительской семьи. То есть вот это тоже чётко нужно для себя понять. Ну и следующее тоже оставление, эмоциональное оставление. Это, по-моему, самое сложное. И вот если первые два можно выполнить сразу в день свадьбы, то есть и жить, начинать отдельно, в первый же день уйти, и свадьбу самим сделать, и зарабатывать самим на жизнь тоже. Это могут сделать сами молодая семья, мужчина и женщина. То вот эмоциональное оставление – это очень длительный процесс. Потому что здесь нужно не просто переключиться, и там начинать обеспечивать себя, начинать жить отдельно. А вот именно переключить своё сознание и свои приоритеты. И если раньше главный приоритет для молодого человека, или для девушки была мама с папой, и то, как они живут, родители, как они живут, как у них уклад, и я в их укладе, и я подчиняюсь их правилам, папа с мамой мой приоритет, и как они говорят, я так и делаю, то теперь нужно переключить своё сознание, своё подсознание, свои чувства, что теперь мой главный приоритет – это моя семья. Очень тяжело это сделать. Вот я 21 год прожил со своей мамой. Что бы у меня в жизни ни происходило, там, удачи какие-то и проблемы, там, нужен был совет, или нужна была какая-то помощь, я в первую очередь бежал к моей маме. Потому что у нас в семье всем маму управлял, но у меня папы не было, мы жили вдвоём, я с матерью. Даже гвоздь мама забивала в стену, если надо было. Но я мог ей, конечно, помочь. Но, в принципе, это её квартира, она здесь хозяйка. Поэтому, что бы ни происходило в моей жизни, я в первую очередь шёл советоваться с мамой, шёл за помощью к маме. А тут я женился, нужно переориентироваться, и теперь все свои проблемы решать уже с Надей. А, в общем-то, достаточно ещё чужой человек пока. Хотя и чувства, хотя и эмоции, и всё это переполняет. Знаете, как было тяжело не бежать к маме в первые же дни и говорить, мам, дай что-то покушать, она же пирожки готовить не умеет. И же есть невозможно. Бежал. И бежал к своей маме, и обедал, и делился, и всё такое. Напишем, что вот это вот оставление у Миши продолжалось 9 лет нашей совместной жизни. Вот из наших 23-х лет, первые 9 лет мы жили в полной эмоциональной зависимости от Мишины и мамы. А если зависит от этого глава семьи, естественно, зависит от себя семья. Я просто пример приведу, каким образом это происходило. Как бы вот такие вот, особо такие вот яркие примеры. А по мелочам это было вообще во всём. Для того, чтобы решить квартирный вопрос, как-то Миша, значит, на шестом курсе, да, написал заявление. Возьмите меня в армию. Да, набрали офицеров на два года после военной кафедры. На два года пошлите куда угодно, только чтобы дали квартиру. И нас услали на Дальний Восток, там под Уссурийским, есть такое село Галёнки. 9 тысяч километров, 7 поездом ехать. А как в Самаре, да, отмазать. То есть физически мы отлепились. Финансово отлепились. Мы там получали, я много, на что зарабатывал. Машину уже купили, мебель сами купили. То есть прям сразу приехали и сразу, как у нас всё было, понимаете? Вот, то есть по меркам молодой семьи, ну, просто вот здорово всё получилось. Но вот этот вот третий момент, 9 лет продолжалось. Таким образом, ну вот, значит, приехала я с нашей Настей. Настей, Настей тогда было сколько, 9 месяцев. И была такая бурная встреча. Выясняется, что я беременна. А я приехала туда, мне пятый курс нужно было кончать с университета. То есть я закончила 4 года в Самаре и приехала. А мы жили на Туссурийске, где вот был университет, куда я перевелась, в 34 километрах. И туда ездила от нашей военской части. Ни один автобус не ездил, я ездила на попутках. То есть я каждое утро выходила на дорогу, ловила эти Камазы. И на Камазах ездила в институт, то есть так же назад. Вот, каждый день. И когда выяснилось, что я беременна, у меня сразу вопрос, что делать, да? То есть как быть? Как ездить? Как ездить? Вот, и взять Академию, я как-то даже не думали мы об этом, ну зачем-то. Остался год. Ерунда, в общем-то, это надо как-то. Вот. И думаете, мы с Мишей обговаривали этот вариант? Нет. Он тоже побежал звонить маме. Мам, как ты думаешь, может и ребенка мне что-то тогда оставлять? Ну мы тогда были неверующие, как бы этот вопрос таким вот образом решался. Миша говорит, через два дня позвони, скажу. Миша через два дня позвонил, мама выргала четкий план. Таким образом, можно будет, значит, без ущерба для моей учебы ребенка родить. По мере того, как мое состояние беременности стало все более-более заметным, Миша вызывает командир части, Миша тогда уже взял такую хорошую карьеру, и говорит, Михаил, я вот вижу, что там жена беременна, вы живете в однокомнатной квартире, вот тебе ключи. Вот эти ключи от двухкомнатной, лучше на тренировке, а вот эти ключи от трехкомнатной, ну такие там маленькие площади. Вот посмотри, иди посмотри, две квартиры, и так его выберешь, вот тебе ключи себе оставляешь. Миша пошел, посмотрел. Думаете, он со мной советовался? Я про эти ключи даже в тот момент не знала. Он мне Пурище сказал. Он пошел, ты уже маме позвонил, говорит, мама, тут так и так, вот такая квартира, я так подробно описал. Мама сказала, в двухкомнатной вам лучше быть, она лучше. Вот, и все, и меня просто поставили в известность. Надя, там мы с тобой через неделю приезжаем, вот такую квартиру. Вот понимаете, вот 9 лет вот такой вот зависимости. Я рада, что настало время, когда вот эта книга, потрясающая книга, учебник по семейному счастью, попал в руки моему мужу. Это произошло через 9 лет нашей совместной жизни. Вот, и действительно, вы знаете, ну вот сразу все встало на свои места. После того, как были расставлены вот эти вот приоритеты. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-tv-семинари.com Исходя из этих вот трех моментов, как молодая семья становится независимой от родителей, вот еще один такой очень важный момент. Мы молодых ребят, которые вот собираются вступать в брак, на предбрасочном консультировании, все время спрашиваем, скажите, могут ли родственники, там, мужи или жены, родители, быть причиной раздора в семье, каким-то причиной конфликтов в семье? Скажите, это может быть или нет? Вот вы как считаете? Свекровь или тёща могут быть причиной конфликтов в семье? Вот все отвечают – да. А ответ неправильный. Я знаю. Сто процентов говорят – да. Но на самом деле правильный ответ – нет. Нет правильный ответ. Потому что родители вмешиваются в семью ровно настолько, насколько их семья туда пускает. Однажды помнишь, нам позвонил один мужчина в прямой эфир, когда мы с вами говорили на радио, и говорит, вы знаете, приехала тёща, я, говорит, прихожу домой, я, говорит, сейчас вот у меня всё внутри, вот я к вам звоню, у меня всё внутри кипит. Прихожу, говорит, домой с работы, вчера она, говорит, только приехала. Всё, говорит, переставлено, вся мебель стоит. Все картины перевесило, всё как-то, всё по-своему сделало. Вот, Игорь, видите, как стало хорошо. Так, говорит, лучше. Что мне делать? Мы говорим, во-первых… Ну, это же замечательно. Тёща приложила усилий. Посмотрите, она одна таскала мебель, короче, всё мебель. Перевешивала картины. Скажите ей спасибо. Обязательно поблагодарите. Что она решила обустроить ваш быт. Ну, а после этого скажите, если вам это не нравится, скажите, вы знаете, это всё замечательно, всё так красиво. Спасибо вам большое. Спасибо. Усилий за любовь к нам. Мне больше нравится поставим. И переставьте всё обратно. И больше не трогайте, пожалуйста, эту мебель. Мне нравится вот так. Скажите ей об этом. Ну, поблагодарить не забудьте. Если это ваша квартира. Чтобы она переставила. Нет, нет. Сама. Сама. Это уже будет насилие над личностью тёща. Вот. Ну, поблагодарить за её усилие надо. Или в другой ситуации было, когда пришёл мужчина и говорит, вот тёща разваливает нашу семью. Вот это конкретно уже. Мы, говорит, вот даже купили участки дачные, рядом, два. Дома построили. Прям вот в метре друг от друга. Причём окна нашей спальни и окна её спальни. Прям вот окна в окна. Симметрично, зеркально. И говорит, каждое утро у меня вот жена так вот вывешивается из своего окошка, а тёща из своего. И они, говорит, вот и общаются вот так. И я, говорит, вот уже там ставил 20 лет эксперимент. Ну, как далеко она залезет в нашу семью? Я говорю, подождите, ну, а кто забор будет строить вот между вашими домами? Чья это должна быть инициатива? Кто хозяин вообще? Тёща не будет строить заботы. Тёща это не нужно, потому что у неё есть дочка, которая должна заботиться. У неё есть теперь сыночек, который не понимает, что это отдельная семья. Подумают, как её убедить, что это не мудро для неё же. Просто если ребёнок растёт в любом случае с родителями, он растёт зависимый от родителей. Мы уже говорили, что женщина одна позвонила в прямой эфир, говорит, что делать с моим сыночком? Лежит на диване, работать не хочет, учиться не хочет, ничего делать не хочет по дому, лежит только на диване, смотрит телевизор, съедает всё, что есть в холодильнике, но ничего не делает. Я у неё спрашиваю, а сколько лет вашему сыночку? Она говорит, ну, уже 36. Большенький мальчик. Дростненький ребёночек, уже пора как-то его направить, он уже должен о вас даботиться, а не вы его кормите. Ну, а что я могу сделать? Я говорю, ну, не кормите в конце концов. Ну, как? Это же кровинушка моя. Что я с ним сделаю? Вот, вы его не отпустили от себя. Кровинушка. Ну, не боюсь, как ты сказала. Да если вы, говорит, меня обстирывали, обглаживали, кормили, носки стирали, диван предоставили, телевизор включили. Тепло, уютно. Чего не лежать? Лежи, ничего не делай. А для тебя всё делают. Я бы тоже лежал, ничего не делал. То такое. Всё, всё. Субтитры подогнал «Симон»